Привет, ребят! Вы на канале Дядюшки Али Шоу. В Китае можно найти много как полезных, так и не очень товаров. Это могут быть бытовые приборы, аксессуары, украшения, одежда, элементы декора и другие предметы, которые в обычном магазине стоили бы в несколько раз дороже. Вместе с этим нередко на глаза попадаются реально трэшовые, но и в то же время прикольные штуки, которые я вам сегодня покажу. А пока мы не начали, не забудьте поставить этому ролику лайк, оставить свой комментарий и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить годноту. А также не забывай в конце видео конкурс на новый смартфон. И мы начинаем! Следующая вещь обязательно понравится любителям накачанных женских попок. Это необычная подушка, на которой очень приятно спать. Она мягкая, не теряет своей формы, да и, как ни странно, идеально подходит для головы. При покупке можно выбрать цвет лосин или даже нижнего белья. А если их вид надоест или захочется чего-то новенького, можно будет одолжить что-нибудь из своего гардероба. Обычно у девушек таких вещей предостаточно. Я же прав. Хотя, да хоть семейке на пяльце, все равно будет круто смотреться. Кстати, забыл сказать, а еще одна полезная функция подушки. Это же самый настоящий антистресс. Только это. На всякий случай, чтобы девушка не приревновала, прикупите ей точно такую же. А это забавная копилка «Котик-воришка». Она выглядит как картонная коробка, в которой, судя по картинке и надписи, должны находиться апельсины. Но цитрусом там и не пахнет. Внутри коробки спрятался хитрый пушистик, который, как только вы положите монетку в тарелку на крышке и слегка нажмете на кнопку, скажет вам спасибо. А после высунет маленькую лапку и заберет денежку себе. Неизвестно, на что именно копит усатый, быть может, на новый дом. Но изъять свои кровные из копилки можно лишь одним способом – через небольшое отверстие снизу. И вот как теперь спрашивается копить. Я знаю, что многие восхищаются работами Боба Росса, американского художника, который стал широко известен благодаря своему посмертному присутствию в интернете. Для тех, кто впервые о нем слышит, на ютубе вы можете найти целый архив видео с его участием, по которому можно научиться рисовать не просто домик и солнышко, а настоящие картины. Специально же для фанатов Роберта я добавил в этот выпуск наикрутейшую вафельницу. Вместе с ней вы сумеете приготовить печенье с изображением лица художника. Очень классная находка для любителей всего необычного и оригинального. Предупреждаю, сейчас те, кто хотят есть, будут испытывать сильнейшее чувство голода. Эта флешка, выполненная в виде аппетитного, сочного, мягкого бургера с огромной котлетой, помидором, листиком салата и сыром. Ммм, объедение! Несмотря на необычное оформление, флешка очень компактная. Выглядит она на все 100. В этом даже не сомневайтесь. Как по мне, такую вещицу можно смело брать на подарок или же порадовать ею себя любимого. Наверняка многим будет знакома ситуация, когда покупаешь себе что-нибудь сладенькое, а потом это съедает кто-нибудь из семьи. Правда ведь? И дело даже не в жадности. Обиднее всего весь день ждать момента, чтобы насладиться вкусняшкой, а потом попросту не обнаружить ее на месте. Но ничего, с таким замком ни одна душа даже не посмотрит в сторону вашего мороженого. Как минимум из-за того, что не сможет получить к нему доступ. Чтобы снять блокировку, необходимо ввести код, состоящий из трех цифр. Вот и пускай гадают. Сначала я подумал, что это точилка для карандашей. Но явно не для тех, какими мы привыкли рисовать. Для гигантских карандашей. Она настолько большая, что с легкостью вмещает в себя сразу несколько штук. Но, как оказалось, эта точилка предназначена для овощей. Например, для моркови или огурца. Она имеет небольшое лезвие на обратной стороне, с помощью которого можно быстро избавиться от кожуры, а потом удобненько наточить остальное. При желании, таким образом можно красиво оформить блюдо. Не знаю, как вам, а мне очень скучно писать конспекты стандартными ручками. Ничего в них нет интересного. Другое дело, ручки в виде костей. Не настоящих, конечно же. Или настоящих? Ладно, не пугайтесь, это всего лишь шутка. На выбор предложено несколько моделей, отличающихся своим оформлением. Поэтому можно выбрать ту кость, что понравится вам больше. А знаете, как еще можно применить такой инструмент? Ну вы чего? Использовать его для пранков над друзьями. В конце концов, если правильно обыграть, все получится очень реалистично. Пишут ручки синим цветом, да и в руке они ощущаются приятно и удобно. Для поклонников легендарной киносаги «Звездные войны» я подготовил топовый диспенсер для зубочисток, выполненный в виде главного антагониста, хитрого и жестокого руководителя армии Галактической Империи, которая правит во всей галактике Дарта Вейдера. Для того, чтобы привести фигурку в действие, необходимо нажать на рычажок, находящийся со спины. После этого Вейдер схватит зубочистку, словно световой меч, и бросит вам вызов. Принять его или нет – только ваше решение. Кажется, сейчас будет уместна фраза «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему». Что касается детализации, она здесь потрясающая. Все настолько точно проработано, что даже не хочется использовать модельку для хранения зубочисток. Я бы с радостью убрал ее на видную полочку и любовался. Топовый подарок для любого фаната вселенной. Ребят, я тут подготовил для вас одну ржачную футболку. Ну, вы точно должны ее заценить. Та-дам! Как вам такая обезьянка? Милая правда? А главный прикол поняли? Да, именно поэтому лучше всего она будет смотреться на тех, у кого один большой кубик пресса. Вместо шести или сколько их там бывает. Как раз то, что мне сейчас нужно. А то до сих пор от салатов и вкусняшек с Нового года отойти не могу. Плюсуйте в комментариях, у кого такая же ситуация. Я ж не один такой, так сказать, неподготовленный к летнему сезону. Оу, а за этой вещицей я вел реальную охоту. Я вам говорю, я знал, что такое существует, но никак, блин, не мог найти. И как же я был рад, когда увидел игрушку в новом амплуа в виде Трампа. Вы б знали. Короче, для тех, кто в танке, поясню. Эта штуковина нужна, чтобы вы заливали вовнутрь особую жидкость, идущую в комплекте. Ну и потом выдавливали ее своими пальчиками. Ну, давайте только не врите, что вы не кайфуете от того, когда что-то у себя выдавливаете. Ах да, наверное, про еду снова нужно было предупредить. Ну, хотя все равно уже поздно. Штука как антистресс работает просто идеально. Всем советую. Я, конечно, хорошо понимаю любителей оригинальных чехлов для телефона, но это, простите меня, уже слишком. Да, вот эта странная бутылочка, выполненная в форме средства для мытья окон, на самом деле является чехлом. Интересной особенностью аксессуара является рабочая верхняя часть, на которую можно понажимать. Но знаете, что самое забавное? Бутылочка с синей жидкостью это не средство для мытья окон, а, как я выяснил, туалетная вода для девушек от бренда Mohino. Вот это я понимаю, гений нестандартных решений. И, к слову, несмотря на свою провокационную упаковку, туалетная вода пахнет далеко не уборной, а мандарином и бергамотом в сочетании с насыщенным экзотическим характером иланг-иланга. Не желаете чаю? Вам какой? Зеленый, черный, фруктовый? А упор-тый заварник заказывали? Я даже не знаю, как бы его помягче описать. Хотя думаю, что он не нуждается ни в каком представлении. Эмм, ну, как бы полезное приспособление. Чай получается вкусным, а мы идем дальше. А с помощью следующей приблуды вы сможете проучить всех любопытных варвар. Это мини-туалет-ловушка. Визуально он ничем не отличается от игрушечной мебели. Такой же маленький, яркий. Однако, когда кто-нибудь решит открыть его крышку, то получит в лицо бодрящую струю воды. Крышка для заполнения резервуара находится внизу. Смотрите, не попадитесь на свой же пранк, а то это будет фиаско. Мне интересно, под чем был тот, кто придумал этот упоротый брелок? Видимо, его создатель был не менее упоротым. По крайней мере, на момент, когда он это делал. Я, может, что-то не понимаю, но простите, что это за спиной у Трампа и какого-то корейского мужика? А, ой, это необычный мужик, оказывается. Извиняюсь, мистер Ким Чин Ын. Но мой вопрос по-прежнему актуален. Что это, блин, за фигня? Я даже не знаю, как это комментировать. Что ж, буду надеяться, что я что-то не понял. Поэтому скажу, что брелок мягкий, прикольный, можно пожмякать, да и на ключах нормально смотреться будет. Остальное оставлю в вашей фантазии. Это балдежная маска, которая как раз идеально подходит под наступающий Хэллоуин. Кстати, напишите обязательно в комментариях, если будете его праздновать. Интересно посмотреть, сколько таких среди нас. Ну а все же вернемся к товару. Короче, это маска какого-то огра, у которого один глаз. Причем этот самый глаз создается приложением на вашем смартфоне. Отчего себе стоимость маски сильно падает. Покупаете этого огра, скачиваете анимированный глаз, помещаете телефон. Прямо как показано на экране. И вуаля, вы готовы к карнавалу. Говорю вам, если вы придумаете какой-нибудь интересный костюм, равных реально не будет. Не помню, говорил ли я вам об этом или нет, но я большой фанат Джейсом Эстетема. Еще со времен фильма «Перевозчик». Кстати, сразу вопрос, а как вы его называете? Стэтем или Эстетхэм? Мне вот второй вариант нравится куда больше, но Википедия говорит о том, что правильнее будет Стэтем. Так вот, к чему это я? В честь этого крутейшего парня я подготовил для вас его... голову? Нет, нет, я никого не мочил, вы что? Я о миниатюрной кукольной голове. Несмотря на свои размеры, она в точности передает черты лица Джейсона. Каждую складочку, каждую морщинку, цвет глаз, небольшой горбик на носу и даже щетин есть. Ну, просто удивительно. И знаете, это именно тот случай, когда вовсе не обязательно играть в куклы, чтобы захотеть себе эту вещь. Если ваш ребенок любит соски, то почему бы не сделать его жизнь веселее с самых ранних лет? Для этого вы можете воспользоваться вот такими моделями. Они имитируют усы, причем делают это довольно правдоподобно. В общем, мне очень понравилось, правда? Уже представил, как клево можно пофоткать своего малыша, будто какого-то усатого парнишка. Помимо этого варианта, продавец предлагает по типу выпирающих зубов. Тут уж какой образ вам захочется придать своему ребенку? Я бы вообще заказал оба и использовал их по очереди. А также, кстати, узнал вкус ребенка, ведь ему однозначно что-то понравится больше. Ребят, ну вот и подошел этот ролик к концу. Но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A11. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя. В предыдущем конкурсе победил Иван Бойцов. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока!